И всем привет, вы на канале Токовка ТВ. И сегодня я снимаю вторую серию моего мини-сериалчика «Не верющее в чудеса». И что ж, давайте начинать. Отдай, нет, отдай, нет, отдай, нет, да, нет, да, нет, да. Исчезни, исчезни. Что? Где? Где? Фуф, исчезли этот ангел. Без спеки сделаю все, чтобы тебе ворвать. Печеньки надо покушать. Ой, хорошо, хорошо. Так, она чуть не отобрала. Ну что ж, прочитаю, наконец, заклинание. Рарити, стой, Рарити, не сюда. Мне тут не дадут прочитать. Нужно убежать туда. Куда мне точно дадут? Да, знаю. В лес наш, где испокон веков все там отдыхали, но теперь там не впускают. И я могу туда зайти и тихо, спокойно там прочитать заклинание. Да, так и сделаю. Ну вот, и место, где я могу тихо, спокойно прочитать свои заклинания. Ах, слава богу, я нашла такое место. Это лес, в котором никого нет. Вот тут, под вот этим красивым цветочком, я встану и прочитаю заклинание. Пшшшшш. Да что там еще? Да блин, как ты меня преследуешь, глупая галлюцинация. Ну, может, теперь ты поверишь, что я существую? И чудеса тоже существуют? Нет, не верю. Пожалуйста, отдай книгу, не делай глупости, я тебя прошу. Тебе же будет хуже от этого. Да не будет мне от этого хуже, я верну своего дракона, я в будущее, в прошлое отправлюсь, все сделаю, все. Только бы вернуть моего милого Беззубика. Ты точно хочешь этого? Да, да, я так, я не знаю, он улетел, и никакого даже весточки от него нету, нету. Пожалуйста, не делай глупости, отдай мне просто эту книжечку. И, ну, кто знает? Да что кто знает, его уже нету, все. Это глупо. Он улетел, его больше нету, он уже куда-то попал, уже он с кем-то живет, уже, а я не буду облетать весь мир. Ну, как хочешь, я тебя предупредила. Фуф, можно читать книгу. О, я рада, можно нормально прочитать книжку, и никакая гадость мне не помешает. Потом ангелочек, видите ли, ангелочек прилетел. Ага, глупый ангелочек. Так, надо настроиться, взять книгу, и просто прочитать заказание. Хей, привет! О, ты еще кто такая? Еще один ангелочек, который поможет мне отговорить, точнее, меня, чтобы я не делала. Нет, я просто добрая фея, которая исполняет желания. Ты? Да. И ты говоришь, что ты скучаешь по своему дракончику, пожалуйста, читай заклинание. Но я буду тебе в этом помогать. Помогать? Да, я добрая фея, которая поможет тебе во всем. Читай эту книгу, я разрешаю, просто это моя нудная сестра, которая... Ой, она вечно хочет, чтобы все было по правилам, а я наоборот. Вот, она просто врет, она просто говорит, это специально, на самом деле, она слая. Есть две стороны слая и добрая, и она слая, на самом деле, а вот я добрая сторона, поэтому тебе разрешаю ее читать. Да. Ух ты, мне твой характер не нравится. Я помогу тебе найти твоего беззубика. Ха, только если ты мне взамен поможешь. Ну, дожили. Что тебе надо? Понимаешь, просто у нас там наверху там очень много всего такого там слаженного, понимаешь, там, и мне, как бы себе так сказать, нужна книжечка потом. Ты прочитаешь, конечно, заклинание, да, я тебе там беззубика. И отдашь мне книжечку тогда, ладно. Ну, не знаю, ее надо в библиотеку вернуть. А, так я потом верну. Ты что, ты что, я же летаю часто в библиотеку, читаю книги, и ты что, ты что, я тебе верну. Я же добрая, 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 самая добрая из всех. Да. Очень добрая. Ну, и что, как говорится, по копытам? То есть, только тебе книга нужна и все, и беззубик у тебя. Мне нужно подумать. Да, конечно, думай. Это как угодно, думай. А я пока пойду удалюсь. Ну, ладно. Да, галлюцинации я не верю. Но вот эта галлюцинация была более лучше. Хотя это реально какие-то силы. А ну-ка, дай мне книгу. Эй, злодейка, не подходи ко мне. Что значит злодейка? Я добрый ангел. Ты злая. Я знаю, твоя сестра мне рассказала. Сестра? Рассказала? Что? Что ты злая, и ты хочешь отобрать эту книгу? Чтобы быть злой, и на наш мир зло там наверхнуть? Это бред. Я добрая, ей зло и добро. Зло, это моя противоположность, моя сестра. Да, конечно, говори мне сказки, да. Но у меня сестры, как бы, она есть, но она находится в своем темном мире, откуда она просто не может сбежать. Что? Еще мне нести всякую гадость. Ну-ка, уходи отсюда. Хм, злая. Да не злая, я тебе правду говорю. Она вырвалась. О, нет, она вырвалась из своей тюрьмы. Отдай мне книжечку, пожалуйста, сейчас. Я не могу тебе все рассказывать. Пожалуйста, отдай. Нет, я тебе не отдам. Все, уходи. Я тебе помогу вернуть твоего дракона хоть как-то. Поможешь? Правда? Ты точно говоришь? Ладно, я тебе скажу честно, чтобы тебя не обмануть. Это невозможно вернуть твоего дракона. Просто невозможно. Я бы попыталась бы, но это правда невозможно. Я, так скажем, немножко соврала, но это невозможно. Невозможно вернуть твоего дракона, потому что я не знаю, как бы, как это делается. Это все происходит само, как бы, обычно иногда. Это как... Так и называется. Это новогоднее чудо. И это так и называется. Новогодние чудеса. Поэтому в Новый год надо верить чудеса, чтобы они случились. Это не могу я. Я только немножко могу помочь этому. А так я вообще не понимаю, как это делать. Это все новогодние чудеса. А что, так скажем, делать эти новогодние чудеса? Чудеса. Священный кристалл на горе. В книге все написано. О, нет. О, нет. Зачем я сказала? Мне же сейчас... А ну-ка, исчези. Пшш. Фуф. Да что там? Пшш. Эй, привет. Ну что, пойдем искать кристалл, который сказала моя злая сестра. Ну-ка, идем искать. Да. Я согласна. Потому что она исполнится чудеса. И Новый год тогда я точно смогу украсть. Ну что ж, книжку пока что закроем. Я уже знаю где-то. Я тоже. Это находится на священной горе чудес. Я туда, к сожалению, не могу одна попасть. Так как я... Я же плод, так скажем, воображения. Ну, как бы тебе объяснить это? Мы тебе не милищимся. Это что-то среднее между духом и существом живым. Поэтому мне нужно... Так скажем... Чья-то душа. Душа? Ты сама душа. Точнее, чьё-то тело. Не прочь, ведь я в тебя выселюсь. Да нет, в принципе. Раз уж ты знаешь дорогу, то хорошо. Хорошо. Ты даже не почувствуешь, как мы доберёмся. О, хорошо. Так, значит, по копытам будем с тобой сотрудничать? Конечно. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. В 50 тысячи миллионов лет я хоть в чём-то теле нахожусь. Теле могут творить зло везде. Везде. А? Значит, заперла меня моя сестра? Нет, ушки. Ну что ж, нашлась одна глупая пони, в которой я сейчас, конечно, она мерзкая. Маленькая, господи. Ну что ж, книжечка. Ну что ж, книжечка. Ну-ка, тебе откроем. Оп. Тут все знания. Все, совершенно все. Все знания. Ну что ж. До горы этой дойдём легко. Да, всё, я знаю, как завоевать Новый Год. И сделать так, чтобы я правила миром. И тогда точно Нового Года не будет обещаний. Это вернуть ей дракона. Ха. Я не исполню. Я просто буду ей управлять. Почему она даже не думает? Сейчас не знает, что я говорю. Потому что я в ней в сильно. Ну что ж, мне пора творить зло. И найти этот глупый кристалл, с помощью которого я исполню своё желание. Ну только надо подумать, как же избавиться потом от этой девчонки. Ха-ха-ха. Я легко смогу от неё избавиться. У меня даже уже план возник. Ну что ж. Пора лететь. Пш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И смотрите мои продолжения. Продолжение, если вам нравится мой сериал. И напишите обязательно в комментариях, кто вам больше всего нравится. Добрая или злая поня. Ну, как бы точнее. Селестия или Луна. И ещё такая, как небольшая, малюсенькая загадка такая, скажем. Не пишите мне, пожалуйста, внизу, в комментариях под этим видео. Это обязательно, обязательно. Очень обязательно. Это как бы такая загадка на внимательность. Если вы заметили, какого цвета у нашей рарити. Рарити наш, красавицы. На хвосту резинка. Это такая загадка. И тот, кто напишет правильно, я тебе ответы пролайкаю. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.